Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня рано утром российский композитор и эстрадный исполнитель Игорь Николаев был срочно госпитализирован в московскую больницу номер 24 после последствий гипертонического криза. На данный момент у Игоря Юрьевича наблюдаются проблемы с дыхательными путями и сердечная недостаточность. Состояние здоровья 64-летнего артиста диагностируется как средне-тяжелое. Леонида Ермольника и Геннадия Хазанова доставили в полицейский участок номер 6 по городу Санкт-Петербургу. На данный момент известными артистами интересуется прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет. Геннадий Хазанов и Леонид Ермольник обвиняются в спонсорской помощи враждебных государств для Российской Федерации. На данный момент проводится проверка имущества недвижимости и финансовых счетов известных артистов. Еще в январе этого года антикоррупционный комитет Никиты Михалкова уже арестовал Геннадия Хазанова за различные правонарушения. Однако в тот момент Геннадию Викторовичу удалось уйти от ответственности и выйти на свободу в связи с состоянием здоровья и дружбой с высокопоставленными эшелонами властей. Первый заместитель антикоррупционного комитета актер Александр Домогаров сообщил об очередном добром деле, совершенном командой Никиты Михалкова. За последнюю неделю было перечислено 18 миллионов рублей для строительства четырех новых больниц в городах Российской Федерации – Саранске, Ижевске, Липецке и Ростове-на-Дону. В общей сложности за текущий год Организация по борьбе с преступностью и коррупцией перечислила уже более 50 миллионов рублей для улучшения медицинской инфраструктуры на территории Российской Федерации. Прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет вызвали на допрос генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста по делу о трагической смерти известных публичных людей – телеведущего Владислава Листьева и певца Игоря Талькова. До сих пор существует версия, что Константин Эрнст косвенно или напрямую может быть виновен в смерти данных публичных личностей. Печальные новости о семье Вячеслава Добрынина. Не успел Вячеслав Григорьевич уйти из жизни, как семья артиста стала получать угрозы от неизвестных людей, которые касаются наследства Вячеслава Григорьевича. Родные известного композитора очень удивлены этим фактом, так как Вячеслав Григорьевич оставил совсем небольшое наследство для артиста подобного уровня. Это двухкомнатная квартира в городе Москве, загородный дом и депозитный вклад на 15 миллионов рублей. Однако в избежание криминальных событий семья Вячеслава Добрынина обратилась за поддержкой и помощью в антикоррупционный комитет, прокуратуру Российской Федерации и Следственный комитет. Сына Олега Михайловича Газманова, Родиона Газманова, полностью убрали и исключили из состава депутатов Госдумы, лишили неприкосновенности, других льгот и привилегий. Это событие в первую очередь заслуга команды Никиты Михалкова, которая давно добивалась отстранения Родиона Газманова от руководящей должности в связи с колоссальными правонарушениями. Однако данное событие закончилось самыми печальными последствиями и для самого Олега Газманова. Совсем недавно Олег Михайлович Газманов проводил гастрольный концертный тур, посвященный предвыборной кампании своего сына. Однако зрители во многих городах были недовольны этим процессом. В частности, зрители из города Казани во время музыкального концерта освистали Олега Газманова и известному певцу пришлось закончить выступление раньше времени. Отметим, что на данный момент практически вся семья Олега Газманова замешана в крупных криминальных скандалах. Это подпольные игровые казино, незаконные операции с недвижимостью и перевод крупных финансовых средств за границу. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечером скоропостижно ушла из жизни российская актриса театра и кино, родная сестра певицы Маши Распутиной Анастасия Распутина. Причиной смерти 50-летней актрисы стало острое инфекционное заболевание и, как следствие, проблемы с сердцем. Помимо этого ушел из жизни российский актер Андрей Неретин, сыгравший роль депутата Наливкина. Актер скончался на 49-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Большая трагедия в жизни известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак. Сегодня утром в Израиле, в городе Хайфа, прощаются с двоюрным братом журналистки, известным российским бизнесменом Александром Собчаком, который трагически погиб несколько дней назад при крушении легкомоторного самолета в Новой Зеландии. Александр Собчак был младше своей двоюрной сестры на 15 лет. Он имел богатое криминальное прошлое. Несколько раз привлекался к уголовной ответственности за финансовые махинации и даже убийства. Несколько лет брат Ксении Собчак, Александр, находился в розыске. За его плечами 6 лет лишения свободы. Последние годы жизни Александр Собчак жил в Израиле, где занимался бизнесом, связанным с недвижимостью. Ну а поиски Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова продолжаются. Напомним, что супружеская пара таинственно пропала несколько дней назад после крушения легкомоторного самолета в Новой Зеландии. В Новой Зеландии Ксения Собчак и ее семья находились на отдыхе. По словам спасательных служб в Новой Зеландии, шансов на спасение семьи Ксении Собчак практически нет. Однако в последнее время в средствах массовой информации стали появляться сообщения, что таким образом семья Ксении Собчак могла инсценировать собственную смерть, временно потеряться из виду и скрыться в другой стране. Так это или иначе в действительности покажут поиски, которые продолжатся еще два дня. Последние сообщения были о том, что на месте крушения была обнаружена верхняя одежда Ксении Собчак и Константина Богомолова. Сами публичные личности обнаружены не были. Сын Руслана Байсарова и Кристина Арбакайте, Дэнни Байсаров, по-прежнему находятся в реанимации московской больницы после недавнего нападения. Состояния молодого человека по-прежнему стабильно тяжелые. В эти дни проходят дни памяти известного американского певца Дина Рида. Дину Риду совсем недавно могло бы исполниться 86 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.